Александр Бакусов – главный архитектор РНБ. Так называется выставка. Бакусов был единственным, кто носил это звание в последнее столетие, говорит организатор выставки и вдова архитектора Татьяна Бакусова. Начиная с 17-го года должности архитектора и библиотеки не было. Когда его пригласили, сразу предложили такую должность, в силу того, что он был музейным художником, его пригласили делать и музей РНБ, здание, которое мы называем «Дом Крылов», в котором жил Крылов. Он работал вместе с директором в Зайцевом. Такой просто, ну, знаете, тандем. И это можно было оценить только после того, как вся работа вот уже была проделана. Результаты сегодня может увидеть каждый, кто придет в главное здание Российской национальной библиотеки на Садовой улице. В корпусе Росси на втором этаже находится воссозданный Александром Бакусовым зал эстампов, а на первом помещение, обустроенное специально для библиотеки Вольтера. Эту библиотеку великого французского мыслителя купила Екатерина II. Она хотела даже построить для нее отдельное здание, копию дома, в котором Вольтер жил последние 20 лет. Но в результате книги сначала хранились в Зимнем дворце, а затем были переданы Александром II в императорскую публичную библиотеку. Уже в начале этого века, к 300-летию Петербурга, для библиотеки Вольтера создали специальное помещение. Они подходили очень творчески и очень подробно все изучали. Во-первых, для одновременно существующих, например, шкафов, которые привезли еще из Эрмитажа, и в котором пронялось собрание, которое куплено было Екатерине II в этих шкафах. И вот по этим аналогам, по обмерам их, по узлам была сделана новая мебель. Она была новых габаритов, но она была в стиле, в том же, в каком хранили все эти самые ценные мероприятия. И потом Александр Георгиевич, будучи художником, естественно, прорисовывал каждую деталь. Там сделана не только же мебель, там сделан паркет наборный. Там поставлен копия гудоновского Вольтера. И у него сразу получается такой парадный дворцовый вид. А помещение было самое заурядное. Одно из помещений, которое было свободно, совершенно неправильные формы. И, конечно, мечтаем его было возродить или хотя бы приблизиться к тем интерьерам, которые были изначально. Потому что первое здание построено в Соколомо в 1881 году, то вообще было первое здание библиотеки публичной в России. И вот эти интерьеры, которые, они были не то чтобы дворцовые, но они были нарядные. Там много было скульптуры, живописи. Там было другое ощущение. То есть не библиотека. И, конечно, он хотел к этому немного вернуться приблизительно. В основе экспозиции документы из архива библиотеки и личного архива архитектора, фотографии, оригиналы, чертежей. На выставке представлены акварели, рисунки, авторские фотографии разных лет. Часть из них включат в книгу, посвященную Александру Бакусову и его работе в старейшей публичной библиотеке страны. Она должна выйти осенью этого года. Субтитры создавал DimaTorzok